Всем подписчикам большой привет! Все сейчас сидят дома и не знают чем заняться. У меня сгорел обогреватель, дешевенький китайский обогреватель, который стоит меньше 1000 рублей, инфракрасный AT-Electric. Но очень удобная штука и отремонтировать его можно вполне своими руками. Причина, по которой они горят, это дешевые нагревательные элементы, которые представляют из себя кварцевую трубку, в которую засунут спираль, спираль на 400 ватт. А китайцы экономят и делают их одноразовые, применяют фехораль вместо нихрома. То есть эта спираль засунута в кварцевую трубку и она перегорает при определенном количестве отработанных часов. По идее можно сделать его вечным, если заменить на нихромовую спираль. Нихромовая спираль, она гораздо дольше работает и состоит из никеля и хрома. Фехралевую нужно периодически менять. Но если положение безвыходное, то я вспомнил старый дедовский способ, когда были открыты плитки электрические, как мы ремонтировали их. Мы эти спирали, перегоревшие, вот она перегорела, надставляли вставышем. Вставыш из алюминиевой проволоки или я приспособил обрезанный саморез, обрезанный саморез, которым соединяется эта спираль. Но для того, чтобы ее соединить, необходим еще крючок, вязальный крючок, которым вы вытаскиваете вот этот длинный обломок спирали, вытаскиваете, то есть просовываете крючок, поддеваете спираль и ее продевываете. Вот я вытащил спираль, вот он конец спирали. В нее вкручивается вот этот вставыш. Он как раз саморезами проходит, то есть я несколько витков соединяю и второй конец, я тоже самое обрезанный, вкручиваю остаток, чтобы они у меня соединились. Вот получается этот вставыш у меня как раз в середине. Можно его немножечко поджать плоскогубцами или саморезами. Затем получается у вас полностью восстановленная спираль. Вот полностью восстановлена спираль, которую вы в разобранном корпусе вставляете. Она здесь на элементарных вещах, то есть вставляется она внутрь и соединяется контактами. Получается, что вы восстанавливаете эту штуку. Я сейчас покажу, как работает у меня уже одна замененная, восстановленная. Вот посмотрите, как горит восстановленная спираль. Вот этот вставыш, он немножечко темный. Но он проработает достаточно долго, судя по опыту прошлых лет. Сейчас точно так же я заменю или отремонтирую вот эту вторую нижнюю. Вообще этот подогреватель очень удобный. А чтобы он работал вечно, нужно просто будет вместо фехраля, который ставят китайские товарищи, поставить нехромовую спираль. Она примерно такого же диаметра. Но мощность можно сделать чуть больше. Они здесь по 400 ватт, я могу сделать по 500 ватт. И тогда она уже будет работать достаточно долго. А кварцевые трубки, вот этой, ей ничего не будет. Она выдерживает нагрев свыше 1500 градусов. Кварцевая трубка. Вообще это удобный инфракрасный обогреватель. Но так как сейчас доступа нет у меня к нормальному нихрому, я вышел из положения вот таким образом. Отремонтировал вот этот самый инфракрасник. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.